Продолжение следует... 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 антикрупционных инструментов из страны общества. Поэтому я, наверное, выражу такое желание нашим спидывам и аудитории задавать вопросы, быть активными, и воспроизводить мнение, как мы можем сделать, и что мы должны сделать, чтобы антикрупционная стратегия была действительно документом не только на бумаге, но и документом, который поможет нам реализовать на деле антикрупционную политику и реализовать ее эффективно с результатом. Спасибо. Спасибо большое, меня зовут Владимир Владимирович. Задача, которую мы стояли в любых местах, в честь и антикрупционной деятельности, системы по предотвращению и проекты, которые используются очень сложные, вопросов очень много, но я надеюсь, что хотя бы начальство из них возможно ответить сегодня и совместно с нашими экспертами. Сегодня с нами работают либо Муганова, генеральный секретарь антикрупционного делового совета Китайской Республики, Павел Сашекин, наш эксперт по протиродействию коррупции, Александр Лазянов, региональный советник БУН-ПО по протиродействию экологии и денег дистанции и терроризма. Джурадей Пишин, сотрудник агентства по протиродействию Китайской Республики, он у нас с тобой идет с ЗАМ. И Джасул Фартуаринов, ведущий специалист Центра прогрессивных сборок в Республике Узбекистан, так и работает с ЗАМ. У нас также есть участники и эксперты онлайн. Мы надеемся, что им удалось установить подключение. Наши коллеги сейчас будут удовольствием все организовать. Онлайн с нами сегодня работают Равена Бреге, директор главы управления по борьбе с коррупцией Албании. И Ярослав Стрельчонокс, Ужнородный эксперт по протиродействию коррупции, антикрупционного ведущего в этой сфере. Первый вопрос я хотел бы задать Норбея Риме. Кабриста Республика ходила в новую стратегию в 2025-2010 годы. Она была как-то с осенней давности, нашлась в августе. До этого была стратегия на период с 2021-2024 год. И хотелось бы узнать, во-первых, в чем отличие новой стратегии от предыдущего этапа, с точки зрения стратегических проектов и, во-вторых, с точки зрения антикрупционных инструментов, на которые был сделан упор в этой стратегии. И, наконец, как было определено, что именно эти направления должны стать приоритетнее муру стратегии? Спасибо большое. Доброе утро. Я очень рада видеть вас всех нас здесь в Афганистане в каждом этапе. Некоторые уточнения. Антикрупционный Совет при Президенте Афганистской Республики. Очень интересные вопросы, очень актуальные вопросы. И я хотела бы сказать о том, что стратегия, государственная стратегия по подководействию на 25-10, была принята 5 июля текущего года. Но до принятия, вместе со стратегией, принята и государственная программа по реализации данной стратегии. И эта стратегия разрабатывалась в течение двух лет. То есть она не была разработана за институт, не принята за институт. И я хотела бы сказать, подчеркнуть инклюзивный характер разработки данной стратегии. То есть принимали участие очень большого количества всех представителей и старин-доноров, включая и государственные органы, и гражданский сектор, и частный сектор, и научно-образовательные учреждения. Что явилось стратегическим подходом к разработке данной стратегии? Ну, во-первых, я хотела бы подчеркнуть, что мы постарались, чтобы данная стратегия была практической. То есть предыдущие стратегии, две стратегии, они были чисто, скажем так, теоретического характера. Они были нацелены только на имплементацию международных стандартов, без учет совместных реалий, скажем так. Поэтому они, ну, как бы скажем, были не исклонены, но было официально заявлено, что у нас есть стратегия. Данная стратегия, она базируется на четырех основных принципах. Первый принцип – это экономический подход. Второй – это технологический. Третий – психологический. Четвертый – имплементационный. То есть это говорит о том, что направлено именно на практическую реализацию. Ну и самый главный стратегический принцип, который мы поставили во главе угла при разработке данной стратегии – это поиск ответа на вопрос, существует ли национальный запрос на коррупцию. В чем выражается политическая воля? Именно если есть запрос на национальную, допустим, систему системную коррупцию. Если этого запроса нет, то все равно может существовать запрос на уровне отдельно взятого государственного органа и, соответственно, появляется предложение. Если есть спрос, то есть предложение. То есть мы рассматривали данную стратегию именно с этой точки зрения. Ну и основной подход, что мы, приоритет, который мы выбрали – это предупреждение коррупции, это основное и добросовестность. Но добросовестность не только системы государственного управления, а добросовестность абсолютно всех категорий представителей граждан, включая добросовестность бизнеса, то есть частного сектора, и добросовестность научно-образовательного общества. Понятие добросовестности гражданского общества, по крайней мере, для нас является каким-то инновационным подходом, инновационным методом. И как мы определили вот эти приоритеты? Ну, во-первых, конечно, с точки зрения инклементации и практичности. То есть это был самый главный вопрос. Как мы будем эту стратегию реализовывать? И поэтому вместе со стратегией была разработана достаточно большая такая государственная программа. Просто если так в сравнении в объемах, если сама стратегия, которая писалась два года, она состоит из 20 страниц, то вот эта государственная программа по реализации стратегии, она состоит из 47 страниц. То есть мы постарались очень детально, абсолютно детально расписать каждый абсолютно шаг. И это именно шаг, она расписывалась не только просто взять и скажет, а давайте мы это возьмем, полусемелия. А именно вот с точки зрения вот этих четырех принципов, о которых я сказала, это экономические, имплементационные, технологические и психологические. Ну и самое главное, я хотела бы на общество отметить, что обычно в госпрограммах указываются ответственными только лишь государственные органы. Вот в нашей госпрограмме, кто захочет ознакомиться с этой программой, вы увидите, что есть там и ответственные из частного сектора, есть и ответственные из гражданского сектора, ну и соответственно есть государственные органы. Теперь еще один вопрос насчет, а как мы определили эти приоритеты, да? Эти приоритеты были определены на основе вызовов, то есть те вызовы, которые стоят перед странами. И эти вызовы на самом деле очень огромные, особенно после 2020 года. Ну из этих больших вызовов мы сделали категоризатор четырех вызовов, да? Ну первый вызов, перед которым стояла страна, это теневая экономика. Очень высокий процент теневой экономики и очень при этом маленький государственный бюджет. Это вот первый вызов. Второй вызов – это коррупция высших эшелонов власти Третий вызов – это ответственность. Вот так я сказала, спрос продолжения на коррупции – это ответственности тех, кто создаёт этот запрос на коррупцию, и ответственность тех, кто предлагает эту коррупционную практику, да? И использует коррупционную практику. И четвертый большой вызов – это Это вот такой огромный вызов, который фактически мы отвечали этой стратегии на те вызовы, которые стояли и стояли перед страной. Большое спасибо Марине. Я, на самом деле, впечатлил лично, как организованного оборудования, действительно очень много. В учебнике, скажем так, похода, 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 похода. Это я веду вам издать к тому, что она была варительной конкретной пандемии в настоящей стране. Это означает себе анализ, как я уже сказал, похода. И, по мнению, одна мера происходит связь, например, по влиянию политической политики на факторы померяющей коррупции. Такой же вопрос для ускорбинального составляет влияние общества на то, что, действительно, это достаточно серьезный. Я хотел бы обратиться к нашему эксперту онлайн, если он у нас сегодня доступен, Ярослав Павлович, с методологическим вопросом. С учетом того, что было озвучено из практического опыта Республики, я бы хотел вас спросить, потому что организация самого процесса разработки достаточно сложная задача. И отсюда вытекает, как правильно организовать работу по подготовке стратегии на межведомственном уровне? Какие аспекты этого процесса, как и будущий орган, должен держать на постоянном контроле? Вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышите меня, да? Да, мы вас слышим. Хорошо. Ну, наверное, отвечая на эти вопросы, хотел бы отметить, что все антипрупционные стратегии в своих принципах похожи друг на друга. Поэтому основные вопросы, которые нужно держать в фокусе внимания, универсальны и подходят для любого государства. Различие между антипрупционными стратегиями и степенью зрелости процессов, системы проводов, степенью в облегченности учреждений, общества и политической воли государства. При высоком уровне антипрупционной зрелости разработка стратегии произойдет быстрее. Тоже в другом государстве, в процессе и работе придется налаживать свой ряд. Поэтому можно предположить примерный маршрут движения к созданию антипрупционной стратегии в увеличении на международном уровне и подготовке работы к ее реализации по скорости, по качеству движения. То есть и при каких-то определенных обстоятельствах. Однако, обращаю внимание, отвечая на ваш вопрос, на важные шаги, без которых разработка стратегии может застополиться и привести к удовлетворительному результату. Первое, исследовать текущее состояние. Отправление. Необходимо во всех деталях исследовать вот это вот состояние антикоррупционное и коррупционную вообще среду. Здесь самый важный момент – это понимать, откуда мы стартуем. Кто так или иначе в ней заинтересован, кто может и на нее позитивно или даже негативно повлиять. А второе – это, конечно же, нарисовать образ будущего, цель. Под образом будущего имеются в виду не фантастические какие-то картинки, да, из фильмов, книг, а четко описанный образ к тому, что должно или не должно произойти в государстве. В разных отраслях экономики, строительстве, медицине, образовании и так далее. И вопрос, как авторы стратегии узнают, что получили желаемый результат, как мы используем их на межбедовском уровне, как они задействованы и так далее. То есть здесь, конечно же, образ будущего предлагает для этого определенные критерии. И показывает, на какой красоте можно и следует поставить план в изменении в государстве, что стратегия даст, когда она будет включена в жизнь. На что ориентироваться, формируя образ жизни, то есть цель, во-первых, на достижение благополучия граждан в конкретном месте, в государстве, в целом, в регионе, в отрасли и так далее. Во-вторых, нужно ориентироваться на уже какие-то выстроенные рабочие системы в определенной области. Допустим, как в некоторых странах по созданию цифрового государства, которые уже реализованы и, каким образом, они это переносят на государственный уровень своего государства. Допустим, цитилизация госустройства Сенгапура, реформные услуги, которые и модель цифрового государства, и система госуправления Великобритании. Из-третьих, в формировании образа желаемого решения поставленных задач государства, то есть центральная стратегия самого государства. И здесь я обратил внимание, что слишком высокая планка может распылить усилия не только на государственном уровне, но и на международном уровне, вызвать недоверие к возможности успеха и сделать реализацию стратегии невозможной, тогда как слишком низкая планка не позволит достичь возможных успехов. А вот слишком абстрактная планка размоет фокус и в итоге приведет к разочарованию общества, когда желаемые цели не будут достигнуты. Третье, вот отвечая конкретно уже на ваш вопрос с целью исследования текущего состояния, это сформировать команду. Любой человек, который делает что-то новое, испытывает сложности всегда. Ему нужно опереться на мнение, и здесь я думаю мнение депутационного агентства очень важного, которое будет реализовывать стратегии. Необходимо, а именно, отобрать на международном уровне сотрудников со сходными ценностями, а именно, готовность меняться, действовать и предлагать. Даже если выбрать суперпрофессионального эксперта, у которого есть необходимые знания, но он при этом не мотивирует или руководится другими ценностями, то результат не будет достигнут, и его получение потребуется огромная сила. Другой критерий – умение смотреть на ситуацию с разным точек зрения, в том числе с точки зрения общества, к чему призывает клиентоориентировочный такой подход. Государство оказывает услуги гражданам, то есть, в конечном счете, всем нам и работникам на международном уровне, все, которые будут реализовывать стратегии. Поэтому, чтобы заниматься стратегией, нужны люди, которые хотят себе же помочь, важно обучать их этому мышлению, объяснять, что такое роль гражданина и общества. Стратегия обязательно должна пройти на обсуждение, получить экспертную оценку, пусть даже политическую, это помогает улучшить ее качество тех людей, которые будут напрямую участвовать в ее реализации, иначе этот документ не будет выполняться. И последнее, четвертое – это подготовить систему целевых показателей. Из образа будущего, из целей и потребностей общества вырастают цели, критерии и ориентировать для стратегии, которые необходимо систематизировать. Допустим, есть определенные показатели, по которым можно это оценивать. Время прохождения определенных каких-то процессов, работ, показания и услуги, время сокращается. Характеристика качества работы и услуги, карционально, допустим, улучшается. Уровень благополучия граждан принципиально меняется к лучшему. Показатели нужны для оценки глубины изменений, и не всякий показатель для этого годится. Некорректно следует считать практику оценки результата исключительно в количественном исполнении, когда за кадром остается уровень благополучия граждан или развития государства. Поскольку порой политики ждут быстрых результатов, нужно заложить в стратегию контрольные точки, индикаторы, которые позволят показать руководству государства и отчеству динамику изменений. Если система индикаторов не выстроена, изменения начинают кривиться. Поэтому хорошим результатом будет оказание сбалансированной модели, в которой цельевые показатели описаны, выстроили мир арки определенных. Позднее эта модель может стать основой системы управления реализацией институционной стратегии. И, конечно же, в конце хотел бы по поводу этого сказать и обратить ваше внимание. Избыточный набор показателей не позволит точно отслеживать динамику и степень успешности реализации стратегии, а непонятные показатели вызовут недоверие общества, осложняют спор информации и расчеты, а также принятия решения на их основе, в том числе и не только на государстве, но и, как вы спрашивали меня на межведомственном уровне, то есть не будет определенного понятия. Спасибо, Калибинник. Спасибо за очень структурированный и подробный ответ. Действительно, хорошо организованный процесс разработки стратегии. Существенно большая шанс на то, чтобы разработанная стратегия была эффективной. И мы очень подробно остановились на вопросах измерения результатов стратегии. Я бы хотел немножко развить этот вопрос и продолжить обсуждение на этом этапе, поскольку вопросы оценки эффективности антитутационной стратегии, они достаточно сложные и комплексные, и скоро разбираются в будущем, а в этом плане. Я бы хотел поэтому адресовать вопрос старшему эксперту Павлу Ивановичу и спросить, как можно оценить и быть уверенным в том, что антитутационная стратегия эффективна. Эффективность стратегии – это действительно важный вопрос. И здесь, прежде всего, можно исходить из самого содержания стратегии, того, как она построена, и исходить из достижения цели стратегии. Как уже правильно отметили эксперты, стратегия борьбы с коррупцией – это элемент государственной политики. Государственная политика всегда целенаправлена. И ключевым аспектом эффективности стратегии – это правильное определение цели. Правильное определение цели заключается не в достижении, в стратегии, в ответах целей, в стратегии, в том, чтобы, прежде всего, воздействовать на коррупцию. Коррупция характеризуется раскостраненностью. То есть воздействие на коррупцию может заключаться в снижении раскостраненности коррупции, как территориальной, так и в отдельных окраслях. Воздействие на коррупцию может выражаться в снижении общественной опасности. Как правильно отметил эксперты, большую проблему составляет организованное преступность и коррупция, именно связь к снижению, проявлению организованных элементов коррупции. Это тоже снижение общественной опасности коррупции. Также воздействие на коррупцию может заключаться в изменении структуры коррупции. То есть, допустим, для Центральной Азии сейчас актуальны вопрос для увеличения инвестиций. И, соответственно, поскольку это ключевая отрасль, из каких-то ничего-то, что было не бывающее промышленности, в многих промышленностях, изменение структуры коррупции также имеет большое значение. То есть, на первую очередь, необходимо говорить о правильной постановке цели. Правильная постановка цели невозможна без анализа коррупции. Обычно говорят, что должен быть детальный анализ коррупции, что это означает. Необходимо использовать различные инструменты для анализа коррупции. Это должен быть и статистический анализ, потому что те же постсоветские государства под большим объемом статистики, которые позволяют посмотреть, как меняется коррупция, где она увеличивается, где она уменьшается, какие у нее последствия, где материальные расширки. Важны также социологические исследования коррупции, социологические опросы, психологические исследования коррупции, применение технических статистов. Это все позволяет определить те меры, которые действительно воздействуют на коррупцию. То есть, в стратегии противодействия коррупции должны включаться именно те меры, которые воздействуют на коррупцию. Так уже правильно отмечалось, Для первоначальных этапов построения стратегии зачастую иммунитировать незнародный опыт, но нужно делать акцент именно на реальной ситуации в стране. Что касается эффективности реализации стратегии, то, как правило, целесообразно создать орган, который контролирует исполнение стратегии, который общает информацию от разных органов, которые начинут реализацию. Анализирует и вносит предложения. Стратегия – это живой документ, это не что-то застывшее. Ситуация за пять лет в области каукса не может очень сильно поменяться, и поэтому нормально отсректировать какие-то моменты. Посмотреть, что какие-то меры не совсем ракутны, что появились какие-то новые механизмы. Стратегия – это живой инструмент, поэтому мониторинг очень важен. И мониторинг не должны возникраться представителям гражданского общества и частного сектора. Результаты мониторинга должны возникнуть в целесообразную акцию, которая позволяет ценить эффективность стратегии. Ну и, конечно, стратегия нужна с информацией планов, действий по реализации. Вот это основные отмечения. Спасибо большое, Антон Иванович. Наверное, можно было бы добавить еще один декабрь к оценке депрессии. Это, когда мы пытаемся оценить, насколько стоимость реализации антикоррупционных мер приводит к увеличению доходов, скажем так, или выгод денежного измерения для общества. Здесь мы также переходим к одному вопросу. Еще одно вопрос в дисциплинарной системе – это оценка регулярного воздействия. Но, в любом случае, спасибо за подробные пояснения. Мы, наверное, уже получили достаточного объема ответов по методологии. И, вообще, антикоррупционные стратегии часто рассматриваются как инструмент реализированного характера, поскольку фокусируются именно на воплощении возможностей совершения коррупционного преступления, то не менее важным и каким может быть подходом к устранению шансов для коррупционеров воспользоваться своими преступлениями. И отсюда утекает взаимосвязь с мерами по борьбе с основанием денег. Следующий вопрос Александр Владимирович Ван. Не могли бы вы поделиться вашими практическими наведениями касательно того, как реализовывались меры по партилогическому обновлению преступных находок, таким образом, чтобы они усиливали общие обновления и меры стран по партилогическому обновлению. Доброе утро, уважаемые участники! Позвольте в начале моего выступления поблагодарить своих международных партнеров, что национальных партнеров общественных отношений принес участие в конкурсии и позиции со своими преступлениями по данной ситуации. Как выглядит идеальный мир коррупционных? Получать так можно больше коррупционных доходов и иметь возможность легально не восстановиться. Я думаю, что на этом простом примере можно проследить связь между коррупцией, коррупционными, проявлениями коррупционными доходами и производительностью натурального. Это взаимосвязанные процессы, это взаимозаполняющие компоненты, и поэтому реализация объектов этих действий в новом обведении является одним из важных аспектов в целом борьбы с коррупцией. Что можно сделать на национальном уровне, в том числе и на региональном уровне, по эффективному противодействию отмыванию денег от коррупционных борьбов. Не так давно в Республике Афганистан была проведена рациональная акцентромистов и рациональная акцентромистов по противодействию правованию денег и финансового терроризма. И в качестве одной из угроз как раз было обозначено то, что коррупционные доходы могут легализовываться как на рисках, так и за ее пределами. И поэтому важным направлением по противодействию коррупционным проявлениям является минимизация этих рисков. Рисков использования коррупционных доходов внутри страны так и занятий. Республика Узбекистан прошла взаимную акцент в 2022 году. Хочу отметить, что все страны центральной акценты прошли через этот процесс. на соответствие международным стандартам по производительству и были выработаны определенные рекомендации экспертами, какие есть проблемы, какие есть сильные и слабые стороны тех или иных правовых систем. И как раз реализация этих рекомендаций может дать пополнительный ринус в противодействии коррупционным проявлениям. Еще в качестве направления можно было бы обозначить повышение уровня ответственности и мере усиления ответственности субъектов финансового мифа и профессионализаций, которые, соответственно, осуществляют финансовые операции с деятельными средствами. То есть нельзя забывать про частный центр, который также является активным участником по реализации комплекса объявлений, комплекса объявлений и финансового мифа. Роль международных организаций это также важный компонент, который может способствовать повышению эффективности этой работы. УМП со своей стороны проводит достаточно серьезную работу и поддерживающую инициативу на государственном уровне, на международном уровне. И в целом, уМП рассчитывает на нашу дальнейшую активную поддержку и взаимодействие в данной части. Всегда эффективнее бороться с каким-то негативным появлением, если ты не отнимаешь меры, и у тебя есть надежные помощники и поддержка органов. Ну и еще в качестве одного направления можно было бы обозначить повышение эффективности и деятельности компетентных органов по предупреждению, в первую очередь, отмывания денег, а также по повышению потенциала и способности компетентных органов не является расследованием данных процедурных действий. В ходе взаимной оценки эксперты как раз и отмечали, что важно уделить повышенному вниманию тем доходам, которые формируются в основном, и в последующем экономике стран. Соответственно, надо поддержать правоохранительственные органы на сексе и помочь им ставиться более эффективным. Вот такие, на мой взгляд, простые советы, но даже вот рекомендации, которые при реализации на уровне на самом деле воспоминательства и стратегии, которые мы рассмотрим, могут дать соответствующие люди. В общем, большое спасибо, Александр Владимирович. Это очень много моментов. И я, наверное, еще раз сказать вам об этом, что борьба и предотвращение коррупции не является задачей только антикоррупционных органов, которые огромные и серьезные работы всех органов и экономических регуляторов, и регуляторов в социальной сфере, и в целом создалась система, которая будет исключительно вызовом связанной с коррупцией. И практическая реализация антикоррупционных стратегий, как правило, всегда сопровождают за сложности, но очень часто выявляются непредвиденные обстоятельства, которые могут вынуждать в таких изменениях планы, и очень часто эти изменения делаются на свою руку. Так известно, все срочные изменения, они могут снижать эффективность от этого проекта, особенно если предварительные эти меры разрабатываются достаточно долго, и на основе сферного анализа. В этой связи я хотел бы спросить Равену, исходя из вашего опыта, какие причинные факторы могут обеспечить полную реализацию антикоррупционных стратегий именно в том виде, в котором они были разработаны? Равену, вам слово. Равену, я иду. 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 Равену, я иду, я иду. в order to understand the real mechanism that can influence the successful implementation or key factors of the implementation of the strategy. The process of design of the strategy has been coordinated by a government institution which is the Minister of State for Partners, Мы с вами, как представитель, организованное общество, коллектив, и статус комитет, которые входят в области сотрудничества, в среднем, как общество общества и бизнес-associации, которые, для первых, бизнес-associаций, которые в процессе строительства и строительства стратегии, это как бы новость для нас. Всями, которые были предоставляют как ключевые факторы, и здесь есть и ответы, что будут являться почитать эти статеги. Среди стратегии, на другой стороне, есть футболисты. Я хочу сказать, что около 81% of the funds for the implementation of the стратегии are supported, or are covered by the state budget sources. На другой стороне, стратегии выполняют thorough consultation process, ensuring alignment with the highest standards of transparency and accountability. Albania has the remote methodology for monitoring and evaluation of the strategic document of the strategy on anti-corruption that is conducted by a multi-stakeholder body, known as the Anti-Corruption Committee. Its membership comprises public authorities, independent institutions, and private partners. In conclusion, I would like to emphasize that managing an inclusive and thorough process in designing the strategy brings unique perspectives, expertise, and grassroots insight. So, these are the essential for an effective implementation of the strategy. This was very brief from my part, and thank you for your attention. Thank you.